Всем привет! С вами Александр и Македа Про. И сейчас мы поговорим о графическом контенте и о изображениях, какими они должны быть на вашем сайте. По этому поводу у меня уже написана статья в моем блоге. И написана она была еще как раз одной из первых. И теперь вот хочу вернуться немножечко и разъяснить все в видео. Как это должно выглядеть, чем это должно являться и какими должны быть изображения, графический контент. Ну, буду говорить непосредственно о графическом контенте, о видеоконтенте говорить не будем. Для этого еще будет тема для разговора. Для этого будет еще интересный очень момент, которым я приправлю разговор о графическом контенте. Об этом будет написана статья. Статья готовится, сейчас выкладывается, складывается в голове. Ну, и, соответственно, потом по этому поводу будет записано видео с небольшими такими дополнениями и примерами. Значит, теперь говорим об изображениях и о графическом контенте. Что для нас и чем является графический контент? Что он есть для нас сегодня? Сегодня мы знаем о том, что без графического контента в статье достаточно тяжело обойтись. Связано это в первую очередь с тем, что поисковые системы учитывают графический контент. В тех статьях, которые вы отправляете на индексацию, которые публикуете и которые отправляются затем на индексацию. Ну, графический контент это еще и некий такой маячок, это такой якорь, который цепляет человека и дает возможность этому человеку за что-то зацепиться. То есть, фактически, момент появления перед глазами человека графического контента это способ зацепиться за какую-то мысль, за какую-то суть. Проще говоря, не буду долго говорить, проще говоря, это выглядит так. Вы пишете текст, какое-то его там определенное количество символов, разбиваете это все на абзацы. И если меняется, допустим, ну, грубо говоря, общая мысль всего текста, всей статьи должна быть одна, но она разбивается, эта статья на какие-то абзацы, которые, ну, немножечко как бы так отходят в сторону, то для того, чтобы человек мог зацепиться за что-то и чтобы человек мог вернуться к какому-то участку, отрезку, отрывку текста, там логично будет разместить какое-то изображение. Допустим, вы пишете статью о животных, и у вас, например, там идет, ну, там, не знаю, животные Африки, либо там животные Южной Америки. Вы начинаете, делаете вводную, соответственно, затем вы начинаете расписывать о том, какие животные там проживают. Ну, я не буду вдаваться в подробности, грубо говоря, там, скажем так, тигр. Например, кроме того, что вы описываете, кто он вообще такой, этот тигр, там, или медведь, или обезьяна, вы, соответственно, после вот этого вот заголовочка, который указывает в статье о том, что да, сейчас будет речь вестись о тигре, вы еще туда можете вставить конкретно какое-то изображение тигра. Далее вы пишете там лягушки, соответственно, вы вставляете изображение, на котором изображена лягушка. И так далее, и тому подобное. То есть, общий посыл статьи понятен, что мы пишем о животных, а когда человек читает эту статью, дочитывает ее до конца, и он хочет уточнить какую-то информацию по определенному конкретному животному, то он вспоминает, да, там была картинка, я вот сейчас до нее долистаю. Это как бы так кажется, что просто, но мозг человека, это очень сложный инструмент, очень сложный такой вычислительный механизм, он сначала в голове проигрывает вот этот вот видеоролик того момента, когда человек читал отрывок текста, посвященный лягушке, и он вспоминает в первую очередь, прежде всего, вот эту вот картинку, на которой была изображена лягушка. Вот для этого это все и нужно. Для того, чтобы расставлять вот эти вот точки, маячки, якоря, в которых человек будет в тексте, в контенте цепляться, и, соответственно, будет отсылать его память, мозг будет отсылать непосредственно к этим изображениям. Поэтому без изображений нам никуда. Ну, если мы говорим о каких-то специфических материалах, технической литературе, в которой должны присутствовать схемы, то там сам Бог велел, там без изображений никуда. Схему нужно начертить, схему нужно показать, для того, чтобы человек понял, что это и как. Соответственно, допустим, если речь идет о SEO-блоге, то изображения, которые, например, могут использоваться, это скриншоты, скриншоты, например, там, скриншоты чего-то, скриншоты абсолютно всего. Того же самого, как выглядит тот же самый плагин, страница настроек, его административная часть, настраиваем тему, рассказываем о ней, обязательно делаем скриншот, например, административной части, где по пунктам, там, Generals, главные настройки, какие-то вторичные, шрифты. Мы это все вот раскладываем и вставляем изображения, а ниже уже расшифровываем конкретно текстом, что мы хотели донести до человека. Но есть вот такие бокопоры, которые допускают какие-то ошибки и лепят в текст, извините меня, такие изображения, что их не тушу на голову, вообще ни на какое место не натянешь. Я буду просто руководствоваться структурой своего, своей записи, своей статьи в блоге и буду уже конкретно рассказывать и потом еще что-то от себя добавлю, то, что сейчас приходит, пришло мне уже в голову. Ну, первая, самая главная проблема, это гигантские изображения. Если у вас не сайт, посвященный обоим для рабочего стола, объясните мне, какого вы вообще лепите туда изображения с разрешением 5000 точек на 2000 точек, если оно там не нужно, оно не имеет вид ссылки, поэтому изображению нельзя перейти, открыть его в окне и понять, что это изображение ссылка. Зачем оно там нужно? Человек приходит, видит большое изображение, но он не будет его просто так себе сохранять, не поняв, что это изображение большого размера, большого разрешения. Зачем это делать? Я, честно говоря, не понимаю. Сделайте, уменьшите изображение до размера ширины вашей записи, вы четко знаете, какая ширина страницы записи у вас в теме. Все, делайте, подгоняйте под этот размер. Во-первых, меньше размер, меньшее количество мегабайт, соответственно, это уже ваша оптимизация. Соответственно, у вас страница загрузится быстрее. И как бы вы там не ставили кэширование страниц, кэширование изображений, устанавливали всякие там лейзи лоуд, плагины для дозагрузки, но все равно это будет длиться очень долго, ребята. Ну, как там уже чего не используй, ну, оно, огромное изображение, оно, естественно, будет подгружаться дольше, поэтому не надо с этим баловаться и вот эти вот тяжелые, огромные изображения лепить к себе в статью. Если у вас есть четкая необходимость, допустим, ну, здесь речь не идет о том, что вы вставляете какую-то там обоину на рабочий стол, если у вас есть четкая необходимость ставить изображение, делайте, как я, пишите просто, подписывайте, изображение кликабельно, все, человек понимает, ага, изображение кликабельно, нажал, открылось в новой вкладке, он увидел эту схему в увеличенном размере, увидел эту картинку в увеличенном размере, там, карта, еще что-то, и он его сохраняет по надобности, если это ему нужно. Все, вам нужен оптимальный размер, ни больше, ни меньше. Теперь переходим к вопросу о меньше. Особые извращенцы балуются тем, что они берут какое-то интересное изображение, и растягивают его по ширине страницы, либо лепят это изображение в миниатюру, то есть это маленькое, бедненькое, красивое изображение, они лепят в миниатюру, оно растягивается, и если у вас на главной странице есть слайдер, и эта страница с этой миниатюрной, миниатюрой выведется в слайдер, либо просто в большую миниатюру, это будет выглядеть просто ужасно, нищебродски, пошло, отвратительно. Не делайте этого. В каждой тех документации к шаблону всегда идет рекомендация по тому, какого размера должно быть изображение для миниатюры. Ну, как правило. Поэтому лучше больше, чем меньше в данном случае. Ну, здесь мы не говорим о каких-то космических цифрах и размерах, поэтому слово больше, это не значит, что нужно возвращаться к этим 5000 пикселей, там на 2000. Вот и все. Да, есть шаблоны, в которых миниатюра как-то растягивается, и она получается не очень красиво. Идем в настройки, смотрим. В настройках очень часто есть указания того, как тянуть миниатюру, какой кусок ее нужно вырезать, либо растянуть, либо как-то сжать. И, опять же, читаем документацию, тем для WordPress, там четко написано, какого размера должны быть изображения нормального, для того, чтобы это была, ну, абсолютно нормальная миниатюра, и выглядела она красиво, и, ну, люди велись на это изображение. То есть, вот таким вот оно должно быть. Далее, идем. Водяные знаки. Украл изображение, нефиг лепить туда свой водяной знак. Тем более, если это изображение авторское, какого-нибудь фотографа, тем более, если фотограф живет там с тобой в соседнем доме, или на соседней улице, или в соседнем городе, он увидит твой блог, который совпадает с тематикой его работ, и он скажет, дружи, что ты делаешь? Не лепите вот эти вот водяные знаки, пожалуйста. Потому что есть очень люди, которые очень болезненно это все воспринимают, и это не владельцы изображения, вот такие вот честные, принципиальные, справедливые чуваки, которые тебе просто будут потом писать в комментариях. Вы украли изображение, это не ваше, и вы туда прилепили водяной знак. Ну, оно вам нужно. Нет, вам не нужны эти лишние разборки, лишние беседы, вот эти вот сопли никому не нужны, какие-то нравоучения. У вас и так есть чем заняться. У вас очень много работы для того, чтобы вести там свой сайт, писать контент, искать изображения, приводить их в нужный вид. Не делайте того, что вы делаете. Не нужно лепить водяные знаки. Если у вас какая-то уникальная схема, либо уникальное изображение, которое вы сделали сами, либо на крайняк, которое вы купили в каком-то стоке за 2-5 долларов, пожалуйста, поставьте изображение, поставьте изображение в какой-нибудь программке, в каком-нибудь графическом редакторе, но не нужно для этого ставить какой-то отдельный плагин, который будет грузить ваш сайт. Ну, этого делать не нужно. Все равно, по факту, все картинки ворованные, и какие бы там права на них не были, какие бы права не распространялись, ну, чисто человечески, чисто по-человечески, чисто вот исходя из человеческих понятий, ну, ставить туда водяной знак, как-то, ну, это неправильно. Тем более, что водяные знаки красивые, люди ставить в большинстве своем не могут, вот 20-30% делают красивые водяные знаки, логотипы, которые накладывают на изображение. Во всем остальном, это какие-то уродства, размытые значки, непонятно куда ведущие. Если вы известный бренд, у вас есть какая-то там стилизованная, отдельная буква литера, и она узнаваемая, вопросов нет. Если она четкая, если она яркая, привлекательная, человек видит изображение и понимает, что, о, да, это вот с этого вот такого-то сайта, он его знает. Ну, а если вы пишете на изображении текстом в каком-то углу, Вася Пупкин вчера чихнул.ком, ну, это уже пошлятина, ребят, это уже некрасиво. Ну, в ЖЖ очень часто распространена такая практика, что наносятся водяные изображения на черном фоне, внизу там, допустим, пишется, ну, грубо говоря, ильяварламов.левджорнал.ком, артемийлебедев.ком. Тут вопросов нет, ребята ездят, путешествуют, введут свои блоги, делают изображения, вкладывают бабки в свои путешествия, в фототехнику, а потом выкладывают какие-то интересные очень фоторепортажи вам, посвященные, мне очень нравится читать поездки по другим странам. У Артемия Лебедева есть очень интересные репортажи о Северной Корее. Тут вообще вопросов нет, и вы не имеете права украсть это изображение, вы не имеете права нанести на такое изображение водяной знак, поэтому не нужно этого делать. Если это ваше, если это уникальное, если это ваши конкретно права, вы хотите, чтобы они были защищены и соблюдены, пожалуйста, наносите водяной знак, там хоть красную, букву Z в центре, но это изображение должно смотреться, поэтому делайте водяные знаки, красивые, если вы их делаете, и не лепите горбатого, чтобы человек отвлекался на ваш водяной знак, а не обратил внимания на ваше изображение и оценил его уникальность. Дальше идем. Оптимизация изображения перед публикацией. Есть у нас несколько вариантов оптимизации изображения. Можно оптимизировать изображение, поскольку я рассказываю непосредственно о WordPress, то я говорю о наличии таких плагинов, при помощи которых можно изображение оптимизировать на лету. Но, как правило, эти плагины идут с каким-то ограниченным функционалом, пока вы не забашляете немножечко бабулек за приобретение лицензии Pro. Допустим, я пользуюсь очень часто плагином Optimize, есть еще куча других плагинов. Плагин Optimize, он оптимизирует, сжимает изображение, удаляет лишний мусор, метатеги и всякое такое прочее, то, что присуще изображениям, размер такого файла должен быть 100 килобайт и меньше, то есть больше 100 килобайт изображения он не будет обрабатывать нормально. Он как бы будет, но не будет обрабатывать их нормально на 100%, так как положено. Это первое. Другие плагины имеют все свои какие-то там закидоны, поэтому, соответственно, у них есть какие-то тоже свои нюансы в работе. Либо покупайте прошку, либо чешите на сайт аналогичный TinyPNG и добавляйте свои изображения, оптимизируйте, уменьшается размер без потери качества и PageSpeed Insights не будет гугловски ругаться, при помощи которого мы оцениваем уровень оптимизации своего сайта и у вас не будет стоять какой-то лишний плагин. Да, если вы уже налепили кучу фотографий, у вас там библиотека медиафайлов большая и у вас там, грубо говоря, изображения ну, никуда от этого не деться, они уже имеются какого-то размера, просто подыщите плагин и есть плагины, которые проводят, допустим, единоразовую оптимизацию библиотеки ваших медиафайлов. Вы скачали этот плагин, установили, оптимизировали все изображения, соответственно, у вас размер изображения уменьшился, у вас уменьшилось занимаемое место сайтом на хостинге, изображения оптимизированы, на них сервисы оптимизации уже не ругаются, они быстро загружаются, соответственно, это вам плюс в карму вашего сайта. Если вы хотите, допустим, установить какой-то плагин, вы просто входите в репозиторию WordPress Plugins и вводите, например, Optimize. Вводишь Optimize, вам сразу вводится оптимизация по, и непосредственно по изображениям, здесь база данных, здесь вот у нас здесь Auto Optimize, это HTML и CSS, и дальше мы погнали, здесь у нас Smash Image Compression, Short Pixel, Optimus, есть даже плагин здесь установлен, вот он здесь, вот-вот-вот-вот-вот-вот, иди сюда дорогой, та же самая Tiny PNG, вот это вот веселая, смешная панда, которая оптимизирует, но она здесь тоже идет с урезанным функционалом и им пользоваться можно, но какое-то очень недолгое время, либо есть специфика какая-то по файлам, по количеству, по размерам и тому подобное. Что еще нужно сказать об оптимизации изображений? Об оптимизации изображений можно сказать следующее, удаляйте различные метатеги, которые присущи файлам, оптимизировали изображение, зайдите в редактор, типа ICDC браузера, просмотрщик, а там есть удалить метаданные, удаляйте метаданные, потому что в метаданных могут прописываться непосредственно какие-то буковки, циферки, слова, предложения, ключевые, непосредственно автора, который прописывал под эти изображения метатеги, дескрипшены, описания, альты и все вот это вот такое, потому что это все будет потом лезть, вылезать у вас и зачем оно вам это нужно. Вы все прекрасно знаете о том, как нужно оптимизировать изображение, что нужно прописывать, когда вы загрузили в медиабиблиотеку изображение, вы прописываете название, альты, альтернативу, прописываете description, прописываете теги под изображением. то есть изображение. Поисковые системы говорят о том, что они научились, когда-то была такая статья в Яндексе о том, что они научились определять по изображениям, к какой тематике они относятся и не обязательно даже прописывать там метатеги, описания и все, 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 все. Но это такое, бабка на двое шептала, поэтому лучше прописать и лучше лишний раз ткнуть поисковую систему, что эй, друг, вот, вот я изображение, это то изображение, которое ты должен выдать в поиске. И поисковая система не будет догадываться, обрабатывать какими-то непонятными, неизвестными алгоритмами это изображение, чтобы понять, что да, действительно это изображение, которое соответствует какому-то запросу. Раньше было веселее, я заметил, что сейчас, например, меньше выпадает в поиске изображений. Раньше, допустим, делаешь сайт и прежде чем по поисковым запросам начнут к тебе заходить в статью непосредственно из текста, в который ключевые слова вписаны, очень часто Яндекс.Изображения давали хороший прирост, хорошего трафика. Возможно, это сейчас. Раньше я работал с фотоблогами, вот с такими изданиями, соответственно, было очень много фотографий и грех не получать с изображений трафик. Ну, согласитесь, это безрассудно и бессмысленно. Поэтому вот такие вот моменты, ребятки. Кешируйте изображения. Изображения должны быть хорошего качества, они должны быть красивые, они должны быть четкие, резкие, яркие, интересные. Это ваши поведенческие. Человек останется на этом изображении, будет его рассматривать. Есть у меня статья и есть у меня ролик по Монарх Плагину для социальных сетей. Там есть возможность добавить непосредственно на изображение кнопки для расшаривания в социальных сетях. И суть сводится к тому, что человек, нажимая на кнопку, думает, что он забирает себе в социальную сеть изображение, как бы хочет забрать, чтобы у него на страничке покрасовалась эта фотка. Но по факту он тянет с собой страницу со ссылками, с какими-то анонсами и, соответственно, привлекает к вашему материалу, который вы опубликовали, очень много внимания. Если у этого человека живые люди и друзья в социальной сети на странице подписаны, ну это вообще замечательно, это вообще классно. Статья по Монарх Плагину есть у меня, есть, соответственно, видеоролик в канале моем на YouTube, поэтому можно посмотреть, как это работает, там это все показано. В принципе, это все. Занимайтесь изображениями, это не второстепенная какая-то вещь, не третьестепенная, это тоже очень главный и важный фактор SEO-оптимизации вашего сайта, ваших страниц, и на это обращают внимание поисковые системы, вы сами знаете, насколько сложно оптимизировать сайт для того, чтобы добиться каких-то результатов, как-то ускориться. Поэтому, ребятки, работайте, не опускайте руки, не бросайте, не плюйте на это дело, еще увидимся, еще услышимся, будет очень много интересной информации, подписывайтесь на мой канал, добавляйте в закладки мой блог, заходите, читайте, регулярно что-то появляется, спасибо всем, кто комментирует статьи, кто оставляет отзывы, пишет мне письма, задает вопросы, просит о консультациях, всегда рад вам помочь, еще услышимся, всем пока, всего хорошего.